МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Клинически остеопороз себя никак не проявляет. Излечить остеопороз невозможно. Женщины болеют чаще, чем мужчины. Болезнь Бехтерева – это вообще заболевание молодых. Оно начинается до 45 лет. Светлана Свистунова – врач-ревматолог. С детства мечтала стать доктором. Еще ребенком научилась правильно накладывать бинт и делать уколы. Обращаться с иглой во время инъекции тренировалась на подушке. С малых лет уже лечила родных. Закончила Смоленскую государственную медицинскую академию. 20 лет работает врачом-ревматологом в Калужской областной клинической больнице. Остеопороз – это системное заболевание скелета, при котором происходит снижение прочности костной ткани, и что потом приводит к высокому риску развития патологических переломов. Берется он по разным причинам. То есть бывает приличный остеопороз, который ниоткуда не берется, как самостоятельное заболевание, неизвестные теологии. Чаще всего наблюдается вторичный остеопороз, который происходит по совокупности различных заболеваний, либо чаще у женщин, чем у мужчин, в связи с физиологическими особенностями снижения уровня эстрогена в крови. Таким образом, женщины болеют чаще, чем мужчины, и наблюдаться им нужно чаще. Либо всем мужчинам и женщинам, женщинам после 65, мужчинам после 75 лет. Осмотр ревматолога или эндокринолога. Золотым стандартом диагностики является аксиальная денситометрия. Но существуют ещё дополнительные лабораторные тесты, которые позволяют определить фосфорно-кальциевый обмен. Когда пациент получает уже ту или иную терапию, позволяют определить нам уровень костиобразования или резорпс, разрушение кости. Соответственно, мы можем понимать эффективность того или иного препарата. Когда пациент приходит на приём, мы осматриваем его, собираем анамнез, жалобы. Клинически остеопороз себя никак не проявляет. То есть мы не можем... Пациенты могут ходить годами и не подозревать, что у него имеется остеопороз. Но есть симптомы, которые могут направить в нужное русло, и пациент может заметить, что что-то не так с ним происходит. Нужно обратиться к доктору. Это деформация грудной клетки. Это уменьшение в объёме грудной и бручной полости. Это деформация позвоночника. Это уменьшение в росте больше, чем 4 см. Это боли постоянного ноющего характера и чувство усталости в позвоночнике. То есть, как правило, пациенты не могут долго стоять или ходить, им необходимо посидеть. Если такие как-то проявления появились, то необходимо сразу обратиться к специалисту. Остео – это кость. Денсит – это плотность. Метрия – это измерение. Соответственно, остео, денситометрия – это измерение плотности костной ткани. Дело в том, что с возрастом инволюция человеческого организма такова, что после 40 лет плотность костной ткани ежегодно уменьшается от 0,2 до 0,5% в год. Процедура выполняется достаточно быстро и несёт низкую лучевую нагрузку на пациента, что очень важно. То есть, пациентке, у которых подозревается наличие беременности, нежелательно проходить это обследование. Других противопоказаний нет. Ну, кроме того, заболевания есть, которые провоцируют снижение плотности кости. Это заболевания эндокринной системы, тиреотоксикоз, диабет, заболевания желудочно-кишечного тракта. Такие серьёзные заболевания, как диспетс физический язвенный колит или болезнь Курона, могут приводить к снижению плотности костной ткани. Потом больные с болезнью Паркинсона, после инсульта, с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ну, наши рематологические заболевания, естественно, это артриты, системные болезни, соединенные ткани. И ещё много других заболеваний, которые тоже приводят к снижению плотности. Это такие неконтролируемые факторы риска у пациентов. Есть контролируемые факторы риска, которые пациент может сам избежать этого и тем самым укрепить свою плотность кости. Это курение. Например, курящие женщины, раньше у них наступает менопауза, соответственно, эстрогенов не хватает, и плотность кости снижается. Это злоупотребление алкоголем. Такого же действия. Это чрезмерное употребление кофеина. Это низкая масса тела, где индекс массы тела ниже 18. И наследственность. Это тоже неконтролируемые, но считается, что если у родственников первой линии родства родителей имелся перелом в анамнезе шейки бедра, то риск возникновения переломов у детей выше, чем у обычных людей. Пока не было остеоденцитометра, опять же, сбор жалоб анамнеза. Это ранняя менопауза, это сопутствующие заболевания, это изменения характерного клинического характера у пациента, это анализы уровня элементарного кальция в крови, витамина D в крови. И существовали и раньше эти анализы, которые говорили о росте кости или её разрушении. То есть можно было хотя бы на этих основах уже установить диагноз и начать лечение. Существует ещё ультразвуковая динцитометрия, но она малоинформативна, но хотя бы что-то можно было определить уже по этому показателю. Считается, что прямо излечить остеопороз невозможно, но можно укрепить плотность кости, сделать её крепче, соответственно, снизить риск развития переломов, появления переломов, и тем самым улучшить качество жизни человека, а также, что не приведёт к дальнейшему и к перелому, к инвалидности и прочее. То есть всё возможно. Лечение остеопороза – длительный период. Это от трёх до пяти лет, а иногда и больше, в зависимости от состояния человека, всё равно индивидуально. То есть подбирается препарат, и иногда лечение начинается, а затем можно закончить лечение на какое-то время, потом пациенты наблюдаются, и снова начинается лечение. То есть здесь долгий период и путь. Начиная с детского возраста, до 25-30 лет, человек набирает такую пиковую массу костной ткани. До этого момента нужно вести здоровый образ жизни, заниматься активной физической нагрузкой, больше гулять на свежем воздухе. Дальше уже, если это мы говорим о пациентах, у которых остеопороз установлен, или ранее были переломы, их тоже необходима физическая нагрузка. Считается, что ходьба не менее 30 минут в день улучшает качество плотности костной ткани. Затем это в плане профилактики. Мы говорим о витамине D, то есть гуляя, мы получаем с помощью ультрафиолетового излучения через кожу синтезируется витамин D. У пожилых людей это происходит гораздо хуже, поэтому необходим в качестве профилактики витамин D. Здесь уже от уровня в крови витамина D мы можем определить, сколько нужно международных единиц для того или иного человека. Но в среднем это 2000 единиц в сутки. Витамины с кальцием, то есть можно дополнить питание, нежирные кисломолочные продукты, брокколи, шпинат, твёрдые сорта сыров, это консервы с костями рыбные, да, печень. То есть эти продукты способствуют улучшению плотности костной ткани, повышению уровня кальция. Если пациенты не могут, есть такие, которые не могут упоплять, например, кисломолочные продукты, тогда им нужен минеральный комплекс или витамины с кальцием в достаточной дозе. Это 1000-1500 миллиграмм для взрослого здорового человека. Существует заместительная гормональная терапия, но здесь риски сердечно-сосудистых заболеваний тоже опасны для пациентов. То есть нужно учитывать все риски и сердечно-сосудистые, и постменопаузальные, и остеопорозразвитие. Соответственно, здесь надо консультироваться и с гинекологом, с доктором, и уже с ревматологом-эндокринологом, которые скажут уже, что лучше для пациента, что выгоднее, с чего начать, и возможно ли это начать, какой возраст, может быть, это уже не стоит, нет необходимости, это или, может быть, наоборот, ранняя именно пауза по тем причинам хирургической или естественным путём, соответственно, можно начать, или это уже более поздний возраст, когда уже нет смысла начинать гомональную терапию. Мочевая кислота, она вырабатывается в печени и уходит через почки. Соответственно, если происходит какой-то дисбаланс в организме, нарушение обмена веществ, нарушение функции печени или почек по тем или иным причинам, она задерживается в крови и откладывается в костной ткани в виде монурата натрия. Появляются тофусы, которые проявляют себя как воспаление артрит, человек чувствует острую боль, воспаление, может повышаться температура, сустав может краснеть, и текать и так далее. В это время обращается уже к специалистам, терапевту, хирургу, а потом уже к ревматологу, когда они не знают, чего делать с ним. Диета. Для того, чтобы снизить уровень мочевой кислоты в крови, нужна диета, необходима, да. Но существуют ещё препараты, которые это всё выводят. Либо блокируют она, они образуются в печени, либо она выводится через почки. Лечат это противоиспалительными препаратами, как правило, и дальше уже в зависимости от того, что мы видим на рентгене, там фондропротекторы или это. Дальше противоиспалительные, терапия используется локально, инъекционно, вместо введения воспалённого сустава, либо системно. Антилозирусисплондилоартрит это системное заболевание позвоночника, периферических суставов, чаще всего имеет наследственную предрасположенность. Можно это определить с помощью... Сейчас определяется такой ген, нашли АБ-27, он берётся из крови человека и уже определяется, есть ли предрасположенность к этому заболеванию. С учётом того, что антилозирусисплондилоартрит тоже не сразу можно определить. Человек, как правило, ходит к неврологам или терапевтам, у него болит спина, постоянно уноющего характера, чаще в ночное время, утром тяжело встать. Они лечатся остеохондрозом. В тот момент, когда они поступают, попадают к ревматологу, это уже такой неначальный вариант, который уже требует активного лечения. Болезнь Бехтерева – это вообще заболевание молодых. Оно начинается до срока 5 лет. Как правило, страдают чаще мужчины, чем женщины, и это заболевание молодых. Оно начинается в молодом возрасте, а дальше уже... Просто выявляется оно позже, а начинается в молодом. Артрозы не допустить элементарно. Но это всё равно физические упражнения, это всё равно зарядка, это всё равно нагрузка, это всё равно должен человек... Всё зависит от человека. Так же, как и, кстати, с болезнью Бехтерева. Если он будет в движении, если он будет подвижен, мышцы будут в тонусе, кости будут крепче, соответственно, будет болеть меньше, объём движения будет больше, хрящ изменяется меньше, кроме этого ещё и вес играет роль. То есть нужно держать, поддерживать себя в определённой... характерной для своего возраста, роста, пола, весе. Почему? Потому что избыточный вес, он влияет на суставы, он... Это нагрузка, лишняя нагрузка на организм, соответственно, они быстрее... Хрящевая ткань быстрее стирается, уменьшается, и возникает артроз. В настоящее время существуют различные препараты, которые укрепляют плоскость кости. Это препараты первой линии, бифосфанаты, которые делают кость крепче и тормозят её разрушение. А также существуют геноинженерные препараты, моноклональное антитело, которое способно придать кости образование. То есть она стимулирует кости образования. Является частью молекулы парадгормона человека, которая тоже вводится подкожно, ежедневно и стимулирует кости образования. Это кроме витаминов кальция и витамина Д. То есть кальция и витамин Д нужны для минерализации костной ткани в помощь основным препаратам, которые лечат остовый бороз, тормозят его разрушение плотности костной ткани, уменьшение плотности. Тем самым предотвращают переломы. Продолжение следует... Продолжение следует...